Лазал я, значит, лазал вокруг нашего укрытия. И смотри, что нашел. Видишь, вон там он что-то висит. Мне кажется, что это у нас соты. То есть мед там есть. Надо бы туда быстренько слазить. Это должно быть чертовски вкусно. Главное, чтобы нас не покусали пчелы. И вообще, сможем ли мы снять их голыми руками? Вот в чем вопрос. Вот они, эти соты. Сейчас мы попробуем их снять. А, мы можем их осмотреть так, не трогая. Хорошо. Чувак, ты, по-моему, не туда смотришь. Ты куда-то вниз смотришь, а не наверху. Пчелиный улей. Новое место сбора. И я так полагаю, чтобы это все дело достать. А, они кусаются. Нифига ж себе. Снять-то это, конечно, не можешь, да? Ладно, все. Нам нужна палка. Я понял. Хорошо, мы вернемся сюда вместе с палкой. Я ее отлично заточу. Но сперва я хочу попробовать реализовать костер. Для того, чтобы сделать костер, нам нужно набрать, ну, как минимум, ветки. Потому что костер состоит из веток. Логично, да? Мы сейчас с тобой рассуждаем, как мудрый примат. Ветки мы будем складировать вот здесь вот. Так. Давай попробуем. Что-то я разложил ветки вокруг себя. Я теперь могу построить что-то из них. Так. Как-то странно я строю, если честно. И знать бы, что я строю. Ух ты ж, нифига себе. Живая изгородь я построил. Обалдеть. Изучено новое действие. Строительство. Капец. Хотел костер развести. А получилось изгородь. Может быть, тогда, чтобы сделать костер, нам нужны камни и ветки. Ладно, давай, значит, камни здесь разложим. Вот таким макаром мы их будем складывать. Как я говорил ранее, я и научился их складывать. Посмотрим, что из этого выйдет. Взял, короче, еще две веточки. Попробую сюда положить. Посмотрим. Сработает это или нет? Ну-ка. Нет. Они не стакаются. То есть, для костра точно не нужны камни и ветки. Короче, я тут натаскал камни, фигово тучу, и что-то строительство не начинается. Сюда я принес четыре ветки, и уже могу что-то построить. Давай попробуем. Но, скорее всего, это тоже будет изгореть. Да. Знаток инструментов. Деревья и растения. Вы использовали сухую ветку, чтобы изготовить изгородь. В общем, я уже сделал две изгороди. И вот эта изгородь мне чертовски здесь мешается. Можно ли ее как-то сломать? Непонятно. А что, если мы попробуем возле изгороди подолбить камни? Что-нибудь получится у нас, нет? Сломали камень. Как же нам добыть огонь? Так, хорошо. Если немного подумать, то получается, что если мы просто берем ветки, из них получается изгородь. А если мы эти ветки очистим... С этим у нас проблемы. Мы не можем просто очистить ветки. И они у нас закончились. Это прямо очень плохо. Ладно. Полезем наверх. Поищем там веток. Вот они наши веточки. Очищаем их. Сейчас посмотрим, будут ли складываться у нас чистые ветки. Если они будут складываться, значит, из них тоже можно что-то построить. Бросить в кучу. Да, действительно, это получается. Значит, мы эти ветки берем. И скидываем вон туда вот вниз. Если бы еще можно было скинуть так аккуратненько как-нибудь. Вот так вот. Вроде все получается. Чуть не зашиб своих мартышек. Они матерятся там на меня. Типа, что ты делаешь? Ой-ой-ой, сейчас кому-то прилетит. А, слава богу, не прилетело. Так, значит, берем еще две. И спускаемся вниз. Значит, тащим все в наше логово. И кидаем все это дело сюда. Раз палка. И два палка. Ага, построить я еще с этого ничего не могу. Нужно больше палок. Если с четырех веток у нас получалось изгородить, то с четырех очищенных палок построить я ничего не могу. И еще две палочки притащил. Посмотрим. Пять палок нам не дают ничего. А шесть? Шесть тоже ничего не дают. Слышу здесь какой-то странный звук. Дай попробуем прислушаться. И посмотреть, нет ли тут ничего такого интересного. Нет, я ничего не вижу. А ну-ка, заберемся сюда. А, вот что шумит. Давай-ка заберем этот камушек. Сейчас мы его осмотрим. Это драгоценный камень, а именно изумруд. Попробуем что-нибудь с ним сделать. Ха, ты посмотри. Я при помощи изумруда сейчас тебе палку буду точить. Вот это дела. Конечно, какая разница, мартышки. Камень не камень. Слушай, а что если я достану сейчас свою точилку и попробую отточить этот изумруд? Может, я чего получу ценного? Короче, я положил сюда примерно восемь палок и ничего с ними сделать не могу. Как разжечь костер? И остается главный вопрос, что где, как где. Как же разжечь приматам костер? Если ты знаешь ответ на этот вопрос, пожалуйста, напиши в комментариях. Ну, а мы сейчас пробуем заточить наш изумруд. Так, какой у нас камень является точилкой? Вот, точильный камень, он нам и нужен. Значит, мы берем его и попробуем заточить наш изумрудик. Посмотрим, что получится. Не, мне кажется, так ничего не получится. Ладно, хорошо. Давай тогда попробуем взять скребок. Может, с ним чего получится? Пробуем. А, что-то как-то я замахиваюсь страшно. Слушай, мне кажется, что точно ничего не получится. Подожди, так у меня же они в разных руках. Давай поменяем. Попробуем вот так вот что-нибудь сделать. Ну-ка. А, нет, он так тоже хочет фигануть изумруд. Хорошо, тогда мы эти камушки все оставим здесь. В укромном местечке. Ну, а мы попробуем сделать настоящий копье. Значит, у нас тут есть камушек-резак. Вот он, остренький. Берем его, значит, и берем одну палку. Так. И посмотрим, сможем ли мы что-нибудь с этим вместе сделать. Но у нас нет веревки, поэтому я сомневаюсь, что у нас что-то получится. Но мы все равно попробуем. Ага. Так он хочет заострить. Ну, видишь, бесполезняк. Он просто резаком заостряет конец палки. Так что копье обезьяна еще пока не умеет делать. Короче, мы же сделали себе крутую палку. Заостренную, бойцовскую. Поэтому предлагаю слазить наверх. И достать вкусняшечку себе. А именно медочку. Вон он сладенький, висит. Никто его не трогает, потому что достать никто не может. А у нас теперь есть палочка. Попробуем потыкать. И посмотрим, что получится. Так. Взаимодействовать я пока не могу с ним. Могу бросить. Но этого делать не буду. Я промажу в 100%. Поменяем руку. И я могу изменять. Попробуем изменить. Посмотрим, что получится. А как бы... Ничего не получится. Он хочет просто палку чистить. Глупо. Блин, может быть камни найти? С палкой я здесь не управлюсь, видимо. Сейчас попробуем залезть вот так вот. Ну. Сменить руку. Не-не-не, бесполезняк. Палкой он ничего не может сделать. Давай, друган. Ну мочкани ты палкой или что-нибудь там сделай. Тыкни хотя бы. Ладно, хорошо. Давай попробуем бросить. Не, ну он бросает вообще в другую сторону. Глупо. Чёрт подери. Чёрт подери. Другую палку. Благо у меня там заготовок куча. Дай мне палки. Жена, тащи палку. Ладно, сам возьму. Так, значит, это у нас не заточенная палочка. Она должна быть покрепше. Попробуем. Ну-ка. Раз, два, взяли. Есть, получилось. Поднятие тяжести. Новое применение инструмента. Чё там? Давай посмотрим. Знаток инструментов. Деревья и растения. Это грибы. Это грибы. Это, это грибы. Так, подожди, давай возьмём грибочек. Я до этого ни разу грибы не видел. Не нюхал, не лизал, не кушал. Попробуем. Осмотрим всё это дело. Надеюсь, это не мухоморы какие-нибудь там и не ядовитые грибы. Найдена новая еда. А, так это еда. Африканский пластичный гриб. Его, короче, можно жевать. Ну что ж, давай зажжуём. Посмотрим. А, первое отравление. Хорошо, я понял. Ничего страшного. Хватит, 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 есть. Мы так уж траванулись грибами. Точнее, мы не отравились. Дело в том, что мы ранее такое не ели, и желудок наш привыкает к этим грибам. О, макаки вылезли, смотри. Вы чё повылазили из дома, а? Грибов захотели тоже отведать. Это мои грибы. Не трогайте их. Хе, хитрецы, а? А ты чё тут нюхаешь грибы? А я, кстати, все грибы схавал. Понятно тебе? Вон, только ножки остались. Ладно, не беда. Сейчас сковырнём ещё. Благо тут этих камушков много. Давай, раз, два, взяли. Вот так вот. Прогресс в решении проблем. Эволюционное дистанции. Шикарно. Эволюционируем с тобой. Четыре утра сейчас. Предлагаю взять палку. Вот так вот берём палочку. Сейчас мы её заточим. И теперь мы можем отправляться на охоту. Ну, как на охоту. Мы вылезем с тобой из нашей пещеры. Побродим немножечко по новым территориям. Может, чё-нибудь откроем. Чунгачкок, ты кто у нас? Ты мужик? Да, это самец. Ты пойдёшь со мной. Мы ему дадим палку, чтобы он мог защищаться. Дружище, надержи палку. Красавчик. Я пойду себе другую сделаю. Всё. Боевой отряд для вылазки сформирован. Пошли. Значит, идём мы на новое место. Новые места отмечены ромбиком. Попробуем поискать ближайший. Ну, по всей видимости, это вот этот вот. Значит, драпаем туды. Братиш, ты где там? Чё-то он, походу, стремается. И он показывает нам, что он хочет пить. И я тоже хочу пить. Братан, пошли. Мы сейчас спустимся с тобой, попьём. О, грибочки. На сломанном дереве растут грибы. Обалдеть. Так, а мы попробуем им подкрепиться. Посмотрим, желудок выдержит наш. Нет, не выдержит. Всё, хватит. Выкинь, выкинь каку. Не ешь грибы. Хватит. Мы почти дошли до нашего места. Оно оказалось совсем рядышком. Так, значит. Ну вот. Мы подкрались к этому робику. Оказывается, всё, что нужно было с ним сделать, подойти к нему поближе и изучить. Сделать открытие. То есть, вот таким вот образом. Найдено новое интересное место. Арки-близнецы. Ну и вот таким вот образом мы обследуем это место. Нам его показывают красиво. Так что, наша первая вылазка исследовательская прошла успешно. Место, конечно, роскошное. Но опасное. Вы нашли интересное место. Арки-близнецы. Выполнено. Предлагаю спуститься вниз. Разведать обстановку, что внизу. Когда изучаешь территорию, заметил, что теперь, когда ты на чём-то концентрируешься, нам показывают два кругляша. Типа, что можно сделать из этого предмета или растения. Вот, например, из этого растения мы можем сделать себе лежанку для сна и что-то ещё. А ещё, мне кажется, что я услышал кабана. Вон он ходит, смотри. Сейчас мы его занюхаем. Запах кабана познаем. Запах кабана мы ещё не знаем. Подожди. А как насчёт услышать его? Давай, концентрируйся. Да. По слуху, ты тоже кабана определить не можешь. Ладно. Давай мы, короче, сделаем следующее. Где кабанчик? Кабанчик. А, вон он ходит. Пойдём на исследование. Подожди. Этому товарищу скажем, чтобы он ждал здесь. Жди здесь. Не лазь никуда, окей? Всё. А мы пойдём на разведочку. Кабанчик. Найдено новое животное. Огромный кабан. Всё, мы его исследовали. Но как же сделать шашлык? Хотя не знаю. Наверное, приматы не знают, что такое шашлык. Тогда похаваем листочки. Так, здесь у нас есть не все спелые ягоды. Есть уже такие тёмненькие, которые уже отспелы. Есть светленькие, которые нежелательно есть. Потому что мы траванёмся. Так что надо... Да хватай ты ягоду. Пожуй ты уже что-нибудь. И пойдём попьём водички. А ты кто? О, ты откуда здесь? А, это мой братан. Он с голодухи прибежал тоже похавать, да? Хотя я ему сказал ждать наверху. Капец, логика. Змеюка где-то. Я слышу змею. Где змея? Ты видишь её? Слух. Это кто там у нас? Сконцентрируемся сейчас. Вон там она наверху, значит, понятно. Сейчас я водички попью и пойду. А, не, нифига, водички не попью. Надо палку выбросить. Теперь могу попыть. Всё, напоили, накормили нашего бро. Так, это выброси, это выброси. У нас тут рядом змея. Она где-то уже совсем близко у нас, экранчик. Потымнел. Пойдём на разборочки. Пойдём, пойдём, пойдём. Так, змея где-то была здесь. Нам нужно её изучить. Змеюка-то где? Вон она. Вон там вот. Я её вижу. Давайте попробуем её исследовать. Красава! Найдено новое дикое животное. Узкоголовая мамба. Вот такая вот зелёная мамба у нас. Предлагаю вскарабкаться на деревья. Потому что тут у нас и кабаны, и змеи. А, бро забыл забрать. А то он там сидит в угол, смотрит. Скучает. Пойдём за мной. Нифига себе кабан забрался. Ты смотри. Он что, сидит что ли на своей пятой точке? Видами любуется. Вот это прикол. Вот это здесь искусственный интеллект. Вот это дела. Кабанчик, здорово. Ты что, тут отдыхаешь, да? Присел на пятую точку. Так, значит, здесь мы закончили. Мы всё обследовали. Следующая точка ближайшая. Это вот это вот. Идём туда. Не-не-не, подожди, подожди. Лучше давай вот сюда. По-моему, вот это поближе. Пришло время экстремала. Опа. Ништяк. Ассасин скрит вообще отдыхает. Там такого они выделывать не умеют. Хватайся. Это было очень опасно. Нет. Ой, слава богу. Ничего себе не сломал. Так. На эту болотистую местность мы в прошлый раз с тобой ходили. Здесь мы знаем, водятся крокодилы. И кажется, я уже их слышу. Где-то что-то слышно, что опасность. Но я не вижу. А, вон, вон там. За кустами. Ладненько. В прошлый раз, когда я сюда приходил, я так и не допедрил, что нужно было делать. Но теперь я в курсе. Главное не нарваться на крокодила. Нам просто нужно обследовать эту местность. Интересно, я отсюда достану, не? Не, не достану. Надо подойти поближе. Братюнь. Подожди здесь, ага. Тут слишком опасно. Попробуем прислушаться. Вон там. Вдалеке что-то есть. И это крокодил. Я уже чувствую, что он ползет по нашу душу. Вон он, красавчик. Вот так вот мы яточку поставим, чтобы понимать, где он идет. Блин, братюнь. Братюнь надо отсюда увезти срочно, а то его захомячит. Иди за мной. Посадим сейчас тебя на верхушку дерева. Ага, хорошо, что мы оттуда убежали. Вон он, крокодильчик. По нашу душу полз. Ты, конечно, не очень комфортно здесь сел. Но жди, в общем, здесь. Надеюсь, что здесь один крокодил. А не два. Сейчас мы это узнаем наверняка. Еще раз послушаем местность. Ага, смотри, вон там еще что-то есть. Кто там у нас? Ну-ка. А там змея! Хорошо, что я обсмотрел территорию, а? Там, смотри, кабан, кабан, кабан крадется. Вон там он. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо развернуться вот так вот. Ух, он к воде подходит. Опасный чел. Очень опасно. Сейчас его крокодил, короче, схавает. Кабанчик. Вон он, кабанчик. Прямо рядом с крокодилом. Пойдем смотреть на битву. Спрыгиваем. О-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о! Зря кабан, конечно, к нему подполз. Он, ну, на самом деле, кабан шел на водопой. Он попить хотел. Найдено новое животное. Крокодил Торб-ярнор-сона. Господи, ну и название. У нас появился страх. Надо отсюда убегать нафиг. Потому что страх мы еще побороть не можем Хотя, в принципе, надо было бы попробовать Вон там, где белое свечение, там безопасно Нам туда надо бежать Крокодил совсем рядышком Подожди, подожди, подожди Это что такое там? Оу, тигр! В кустах сидел тигр Очень, очень плохо Валим! Забираемся на дерево Давай быстрее, залази, залази, залази У нас кровотечение Фух, я еще потерял свою палку Смотри, 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 смотри Сейчас будет капец Смотри, какая здоровая змея! Я ее почему-то распознать не могу Короче, в кустах был не тигр, а огроменная змеюка Короче, понятно, из-за страха Все предметы, они начинают Вот так вот дымиться Тем самым вводя меня в заблуждение Интересно, а вот эта вот анаконда здоровая Она не схавает крокодила? Или крокодил ее? А вообще, по-хорошему Мне бы подлечиться А то я истекаю кровью Вон там, вон, змеюка ползает, да, походу? Вон там, вон, что-то ползает И вон там, вон, что-то еще есть А там кабан ходит Сейчас битва будет Кабан против анаконды, походу, или тигра Надо сейчас забраться Забраться и посмотреть на файт Давай, залази Где кто? Вон она, какая здоровая, капец Надо ее исследовать Пока она далеко не улетела Сделать открытие Иероглифовый питон Вон она Субтитры сделал DimaTorzok